Никто не имеет права представлять Польшу или весь Европейский Союз на возможных мирных переговорах с Москвой без всесторонних консультаций с Украиной и со всеми нами. Мы не только будем солидарны с Украиной, но я буду лично следить за этим вопросом, чтобы убедиться, что никто не будет принимать решения по Украине без Украины. И что ничто в политике Европейского Союза в отношении Украины не будет решаться без участия Европейского Союза в целом. «Скоро вы отправитесь в Соединенные Штаты на саммит НАТО, и вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку и там. Путь Украины в НАТО длиннее, чем вам хотелось бы, и длиннее, чем хотелось бы Польша. На данный момент мы делаем всё, чтобы помощь НАТО была максимально эффективной для Украины. Если вы не получите чёткого заявления завтра или послезавтра в позиции Польши, ничего не изменится. Мы продолжим призывать наших союзников сделать путь в НАТО и Европейский Союз максимально быстрым для Украины». «Во время переговоров по соглашению о безопасности мы оба хотели, чтобы это было не просто декларацией доброй воли. Я хочу сказать, что каждое слово в этом документе что-то значит для нас. И у этих слов будут практические действия. Мы рассматриваем эти слова как взаимные обязательства, а не пустые обещания. И в ближайшем будущем вместе с другими нашими союзниками мы будем шаг за шагом выполнять намерения, изложенные в этом документе. Я хочу посвятить слова премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. История помнит политиков, которые убеждали себя и других в том, что они работали на справедливый мир. А де-факто они работали на капитуляцию. И эти политики вошли в историю на страницах позора». Крок по кроку выполнять интенции.